Сварка Лоджик Бэйс ВСЛ с применением автоматического аппарата Твинни-Т. Для сварки протяжённых швов мембран применяются аппараты для автоматической сварки горячим воздухом. Для монтажа системы вам понадобится следующий набор оборудования. Автоматический аппарат Твинни-Т. Ручной фен с насадками разной ширины. Щётка для очистки сопла. Выдвижной нож с плоским лезвием. Рулетка. Игла для проверки воздушного канала. Компрессор или насос. Активатор Технониколь для очистки мембраны от загрязнений. Перчатки с латексным покрытием. Удалите грязь и пыль с поверхности мембраны. В случае сложных загрязнений используйте очистительный состав для ПВХ-мембран Технониколь. Важно! Применяйте только рекомендованные типы очистителя. Перед началом работ проверьте оборудование. Корпус аппарата, отверстия для воздуха и дисплей должны быть чистыми и все пиктограммы отчётливо просматриваться. Сетевой кабель не должен иметь повреждений. Важно! Применяйте только специализированное оборудование для сварки полимерных мембран. Просвет щелевой насадки должен быть прямым и чистым. Установите давление прижимных роликов на шов. Оно зависит от толщины мембраны. На каждый миллиметр толщины мембраны должно приходиться 150 ньютонов. Для регулировки усилия разместите два слоя материала между роликами аппарата. Слегка зажмите их. Поворотом регулировочной муфты добейтесь плотного прижатия мембраны к роликам. После этого разожмите ролики и поворотом регулировочной муфты установите расчётное давление. Поворот муфты на одну грань соответствует прижиму в 100 ньютонов. Чтобы задать температуру воздушного потока, зажмите кнопку H и когда на дисплее отобразится значение температуры, используйте клавиши «плюс» и «минус». Установите температуру. Активируйте нагрев, нажав одновременно кнопки H+. Чтобы задать скорость движения аппарата, используйте клавиши «плюс» и «минус». Оптимальные параметры определяются путём пробной сварки. Для этого подготовьте полосы материала шириной не менее 30 сантиметров и длиной не менее 1 метра. Сварите полосы мембраны, изменяя скорость сварочного аппарата на участках длиной не менее 10 сантиметров. После остывания полученного сварного шва не ранее, чем через 30 минут, выполните контроль его качества. Для этого вырежьте поперёк полученного шва полоску шириной 20-30 миллиметров и разорвите соединение руками. После установки оптимальных параметров можно приступать к сварке. Заведите нижнее полотно мембраны в нижнюю консоль сварочного аппарата, а верхнее полотно в верхнюю консоль сварочного аппарата. Введите сопло аппарата между полотен. Переведите рычаг зажима вниз до его фиксации. Приведите в действие прижимные ролики нажатием кнопки M. Во избежание перегрева полотен все манипуляции должны выполняться максимально быстро. При подходе к концу полотен разожмите рычаг зажима. Выньте сопло аппарата, слегка потянув его в сторону по направляющей до фиксации. Остановите движение ведущих роликов нажатием кнопки M. Важно! Не допускайте движения прижимных роликов в зажатом состоянии без материала. Для проверки герметичности швов, выполненных автоматическим аппаратом, потребуется специальная игла с манометром, соединительный шланг, компрессор. Запаяйте проверочный канал на концах полученного шва ручным сварочным аппаратом. Введите иглу с манометром в пространство воздушного канала. Важно! Будьте осторожны при вводе иглы. Она не должна повредить оборотную сторону воздушного канала. Включите компрессор и производите подачу воздуха до давления 1,5-2 атмосферы, в зависимости от толщины мембраны. Дождитесь стабилизации давления в шве и засеките время. Если в течение трех минут давление упало не более чем на 20%, шов является герметичным. После проверки герметичности шва извлеките иглу из проверочного канала. На место прокола мембраны установите латку. Сварку в зоне Т-образного шва выполняйте с обязательной подрезкой свободного края верхнего полотна мембраны. Срежьте свободный край на протяжении 120-140 мм. Снимите фаску там, где был срезан свободный край. Это позволит избежать ступеньки, которую будет сложно проварить. Важно! Контролируйте глубину снятия фаски. Не срезайте проваренные участки. Проварите Т-образный шов автоматическим сварочным аппаратом. Обратите особое внимание при сварке в месте пересечения полотен. Проверьте Т-образный шов избыточным давлением, аналогично прямому шву. Для устройства сплошных швов большой длины допускается применять аппараты варимат разных модификаций. Перед началом сварки рабочих швов необходимо выполнить подбор параметров сварки и выполнить тестовый шов с обязательной проверкой разрушающим методом.